В этом видео хочу поговорить про возвращение Дани Милохина в Россию, про то, как на это отреагировали СМИ, и, конечно же, про то, что Даню Милохина собираются призывать в армию. На своём канале я уже снимал видео о том, как Дани Милохин всё потерял после начала всем известных событий, а по большей части после потери МКоннекта с Россией и миграцией в Соединённые Штаты. Но, к сожалению, мне этот ролик в силу определённых обстоятельств пришлось удалить, поэтому перескажу вкратце. Как вы помните, в 20-м и в 21-м году Милохин был просто на диком хайпе. Его грамотно раскручивали продюсеры, он получал многомиллионные контракты за рекламу различных брендов, давал свои концерты, участвовал в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Но после 24 февраля Dream Team House всем составом перебрались в Соединённые Штаты Америки, где, правда, оказались нахрен никому не нужными, и их англоязычные тиктоки всё так же продолжала смотреть русскоговорящая аудитория. А сам Милохин полностью оборвал весь коннект с Россией, потерял последние контракты, очень сильно подставил Женю Медведеву, с которой он должен был выходить в финал «Ледникового периода». Масло в огонь ещё подлила нашумевшая вырезка со стрима Милохина и Бабича, на котором они вместе поют гимн Украины. И по итогу Милохин остался у разбитого корыта, и последние полгода жил только за счёт своих друзей. Так как финансовой грамотности этого несчастного мальчика никто не научил, и он не подумал о том, что заработанные деньги, помимо того, чтобы тратить, нужно ещё откладывать или инвестировать. Хотя, если бы Милохин в своё время хорошо учился в школе, или, может, даже поступил в ВУЗ, то он бы знал, что сорить деньгами направо и налево – это не самый лучший вариант. Ведь всё, что достаточно было сделать Милохину ещё в старших классах – это подготовиться к экзаменам с помощью онлайн-школы «Сотка», которая является крупнейшей и самой быстрорастущей онлайн-школой для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, и которая в настоящее время запустила крутой розыгрыш аж целого Мерседеса. Вы прикиньте, так бы Милохину даже на майбах деньги не пришлось бы тратить, для участия в котором тебе необходимо самому обучаться в школе «Сотка» и приводить туда своих корешей. Но даже если на выигрыш Мерседеса ты не рассчитываешь, то всё равно за каждого приведённого друга ты получишь полторы тысячи рублей на карту. Прикольное совмещение приятного с полезным. В «Сотке» у тебя будет свой персональный менеджер и наставник, который оперативно решит любую твою проблему. Обучать тебя будут молодые энергичные преподаватели, которые найдут подход к каждому ученику. Проверка домашки в среднем занимает 20 минут. А также каждый месяц ты пишешь пробник с подробным разбором ошибок, что позволит тебе закрепить твои пробелы в знаниях. Более 20 тысяч учеников школы «Сотка» сдали ЕГЭ на 80 и более баллов. А цена за подписку на данный момент времени максимально демократичная. Ведь платишь ты сразу за 4 предмета по цене одного без лишних доплат. Причем лучше успеть приобрести подписку именно сейчас, потому что буквально через пару дней цена подписки будет выше. Тем более, когда по моему промокоду «Маразм09» ты еще и можешь получить скидку 10% и шанс выиграть собственный «Мерседес С-класса» и приехать на нем в новый универ. Ну а если ты в чем-то сомневаешься, то ты прямо сейчас можешь записаться на бесплатный вводный урок, где ты получишь ответы на все интересующие тебя вопросы и развеешь сомнения. Так чего же ты ждешь? Начни подготовку на нужный балл с онлайн-школой «Сотка» уже сентября. Бегом по ссылочке в описании, вводи мой промокод и начинай готовиться к экзаменам уже сейчас. Однако, пока Милохин был в эмиграции, в медийке проскальзывала такая инфа, что в России он все-таки допоявлялся. Да и не просто появлялся, а прилетал на бизнес-джете проводить корпоративы в Сбербанке. Даня Милохин, поющий в Америке гимн Украины и ругая нашу страну на стримах, приезжает в Россию на частном самолете, выступает на корпоративе очень серьезной компании. Серьезно? В закрытом корпоративе? На частном самолете? Что, в Сбербанке? Он выступает на корпоративе Сбербанка? И в конце концов Милохин понял, что западная аудитория, сващавый мальчик с атрофированным мозгом, танцующий под ванильные песенки, особо нигде не уперся, кошелек у него немножечко так поистощился, и он потихонечку начал намекать аудитории о своем скорейшем возвращении в Москву. Короче, чуваки, у меня там в инстаграме есть опросник, я задаю вопрос, вы задаете мне вопрос, и я отвечаю. Решил ответить здесь на этот вопрос. Короче, я пока непонятно, но думаю, что скоро. Думаю, что скоро. Надеюсь, меня не уничтожат. И вот на днях Милохин все же решился вернуться в Россию, и в сети появился ролик, как его встречают в аэропорту. Это что за, блядь, собакат? Беру, блядь. Беру раз в Москве? А потом и ТикТок Дани на Красной площади. Но, разумеется, без внимания СМИ это не осталось, и огромная часть аудитории восприняла данное событие в штыки. Например, фрик-блогер Шеф Россия записала обращение к Екатерине Мизулиной, в котором призвала объявить Милохина иностранным агентом и привлечь его к ответственности по всей строгости закона. Это обращение к Екатерине Мизулиной. Дорогая Екатерина Мизулина, прошу вас обратить внимание на возвращение врага России Дани Милохина в нашу страну. Также в эфире на федеральном канале по данной ситуации высказался аж сам Владимир Рудольфович. От некоторых новостей меня просто потряхивает, не только от Гарбузова. Но у нас же теперь все, оказывается, назад потянулись. Вся сволота, вся кому не лень, и обратно теперь. Тут говорят, Дани Милохин приехал. Вот у меня только вопрос, а он же призывного возраста. Срочно призвайте на службу эту тварь. Итогом всей этой эпопеи стало то, что госпожа Мизулина записала обращение аж к Министерству обороны Российской Федерации с просьбой в рамках осенней призывной кампании призвать Милохина на срочную службу. Ведь на учете в военкомате он стоит еще аж с 2018 года. И ни разу там до сих пор не появился. Якобы только так он может искупить свои грехи, и возможно служба в армии поможет его мозгам встать на место. Да, Минобороны прям заняться больше нечем, как за Милохиным бегать. Шойгу, Герасимов, тиктокер вернулся. И буквально сегодня, ну для вас уже вчера, Милохин решил все-таки не испытывать судьбу и сделал съебастьян из аэропорта Внуково прямиком в Дубайск. Кратко мы с вами по новости пробежались. Теперь мне пора высказать никому не упершееся мнение касательно данной ситуации. Скажу сразу, я не из тех ура-патриотов, которые всех уехавших и не согласных с нынешними политическими реалиями считают предателями Родины. Если человеку стало некомфортно и он решил уехать, пожалуйста. Если он испугался мобилизации и решил уехать, тоже пожалуйста. Если человек уехал, спокойно себе живет в другой стране и не начинает изо всех щелей поливать говном свою страну, то осуждать его абсолютно не за что. А тем ура-патриотам, которые привыкли кричать про предателя Родины, сидя на диване, мне хочется вам сказать, что обвиняя всех подряд в недостаточном патриотизме, настанет тот момент, когда с вас самих спросят, насколько вы являетесь патриотом. И плюс ко всему у меня к таким индивидуумам вопрос. А ты, извиняюсь, сам-то в какое подразделение уже записался, прежде чем в комментариях всех подряд нарекать трусами и предателями? Касательно уехавших медийных личностей, мое мнение такое. Если ты никогда не позиционировал себя как политический деятель, никогда публично не бил себя в грудь и не пропагандировал определенную позицию, если ты все это время снимал развлекательный контент и зарабатывал на этом деньги, то если ты при совокупности всех этих факторов просто почувствовал дискомфорт и решил перебраться в другую страну, то тебя ни в коем случае нельзя обвинить в лицемерии. И как раз таки на карьере таких блогеров и стримеров, как Юлик, Кузьма, Бустер, на моей карьере тоже, переезд за границу никак не отразился. А есть наш сегодняшний пассажир Даня Милохин. Выскажусь сразу, я не считаю его каким-то злостным предателем родины. Я считаю его всего лишь тупорылым инфантильным ребенком, который привык к роскошной комфортной жизни, привык царить деньгами направо и налево, которого везде протолкнули грамотные продюсеры. И разумеется, все эти факторы в совокупности очень сильно завысили его ЧСВ. И он начал искренне верить в то, что если ему удалось стать кем-то в России, то это значит, что он с той же легкостью добьется того же и на западном рынке, и с Россией можно полностью обрывать коннект. И тут мне вспомнилась фраза «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». На западном рынке вообще очень сложно как-то раскрутиться. Для этого нужно жить на западе, понимать их менталитет, понимать их реалии, шарить за их юмор, уметь разговаривать без акцента, потому что никто в Америке твое мазер-бразер слушать не будет. У меня было много знакомых блогеров, которые пытались делать контент для англоязычного ютуба. И пока получилось это только у одного. И то этот челик делает контент по ММА, это вид спорта, популярный во всем мире. И контент по данной тематике везде плюс-минус одинаковый. Главное просто найти грамотного переводчика и найти в спикера в качестве диктора. Но возвращаясь к Милокину, даже если судить исключительно с рациональной точки зрения. Ладно бы он просто уехал в Америку и дальше продолжал пилить контент для российской аудитории, параллельно занимаясь чем-то для западной. Это было бы более целесообразно, потому что весь его заработок был завязан именно на России. Но видимо отрицательное IQ сделало свое дело, и Милокин решил не послушаться своего продюсера, оборвать любой коннект с Россией, а также спеть гимн Украины на стриме. И я прекрасно понимаю, что он возможно вообще не видел в этом ничего такого. И он сделал это без какого-либо злого умысла. Но он ведь даже не подумал, что в действующих политических реалиях это наизе могут растиражировать все СМИ и выставить его национал предателем. Ведь ладно, например, условно Юлика Кузьма. Ну, уехали они после мобилизации один в Грузию, второй в Турцию. Не высказывались о политике, спокойно снимали себе свои реакции, не потеряли коннект с российскими рекламодателями. И дальше продолжали нормально существовать. Ну и в принципе для контента многое не надо. Сели перед камерой, засняли реакцию, смонтировали, вставили рекламу и все, пожалуйста, профит. И этим ты можешь заниматься даже если ты в Куала-Лумпуре где-нибудь сидишь. Но у Милохина же все его заработки были завязаны на концертах, на участии в телевизионных шоу, на рекламных компаниях российских брендов. Уж кому-кому, но такому как Милохин сжигать мосты это билет в один конец. И что меня больше всего поставило в ступор, как так получилось, что Милохин еще до всех событий, живя в России, не позаботился о решении вопроса с военным билетом. Тем более, что военкомат, в котором он стоит на учете, находится в какой-то залупе, где в мирное время цена вопроса была от силы 100-200 тысяч рублей. И вот неужели он со своих миллионных гонораров не мог нарулить себе военник с непризывной категорией? То есть позаботиться хотя бы о такой базовой вещи? В итоге, сейчас, когда деньги у него кончились, цены за откос от армии взлетели до небес, и приплюсуем сюда еще тот фактор, что данный вопрос взяли под контроль влиятельные люди. И теперь я не знаю, что он собирается делать дальше жить в Дубае за счет своих друзей, но это мы говорили исключительно про тупость Милохина. Теперь давайте поговорим, справедливо его прижучили или же нет. И на всякий случай, чтобы не разводить полицрач, вынужден предупредить, что все, что я буду говорить дальше, я буду говорить исключительно в парадигме государства. То есть предполагать, как бы я поступил, будучи на месте власти мущих. Что хочет от медийки российская власть сейчас? Правильно, воспитание патриотически настроенной молодежи. И лично, по моему мнению, Мизулина своим мувом совершает сейчас точно такую же ошибку, которую она совершила с молдавским полуфабрикатом. А именно за безобидный тикток, который поняли не так, как надо, его побрели на лосо, депортировали из страны, морально унизили, и впоследствии данный пассажир в порыве обиды прорекламировал котики и собирал деньги на дроны для ВСУ. Когда еще в Москве его на изи могли завербовать, просто с ним поговорив. То же самое и с Милохиным. Милохин дебилоидный ребенок. Давайте не будем спорить хотя бы с этим. Который спел гимн Украины, записал диск на Первый канал, даже до конца не задумываясь о последствиях. Но при этом он дебил с большим количеством детской аудитории. Представьте, если бы вы того же Милохина не называли мразью, не собирались отправить его в армию. А так как я был в армии, я знаю, что там происходит с такими как Милохин. Никакого мужика из него там не сделают, а еще сильнее зачмырят, сломают, и на дембель он идет еще более забитым и зашуганным пареньком. А вместо этого вы бы могли организовать грамотную пиар-компанию по возвращению уехавших из России знаменитостей. В рамках которой они бы вещали с широкого экрана, что на западе они никому оказались ненужными, и что Россия дава им все, что они сейчас имеют. И если привлечь к данной пиар-компании Моргенштерна, Милохина, других каких-то тиктокеров уехавших, вы представьте, сколько бы молодежи, которая, возможно, сейчас разделяет либеральную прозападную повесточку, поменяли бы свои взгляды. Я не говорю, что перед ними нужно расстилать ковровую дорожку, не говорю, что им нужно платить за это какие-то деньги, а просто разрешить им вернуться взамен на проталкивание ненужной повесточки. Это вот как бы я поступил, если бы я находился на месте власти муща. Но при этом сейчас вы просто-напросто спугнули этого амебоголового паренька, вы дали ему кейс, чтобы, например, в Соединенных Штатах получить политическое убежище, когда он наизи сможет доказать, что он подвергается преследованию, и вы уже не знаете, какую он оттуда будет толкать повесточку. Вдруг он даже западную аудиторию привлечет своими историями, про то, как злобные пропагандисты в России на него ополчились, хотели его призвать на срочную службу, то ли в армию, то ли сразу на фронт, я хрен его знает. Не удивлюсь, если он еще и такое расскажет. И тем самым вы потеряете очередную медику, хоть и не настолько одаренную умственно, но как минимум располагающую крупной аудиторией, состоящей из детей и подростков. В общем, я свое мнение высказал на эту тему. И что тут могу сказать? Думайте, маразм подписаться.